Султанские наложницы тщательно следили за чистотой и красотой своего тела. В сериале «Великолепный век» мы видели, что девушки регулярно посещали баню, особенно перед встречей с падишахом. А как все происходило в реальной жизни? Первоначально Гарем Султана располагался в старом дворце. Однако Хюрем Султан не понравилось, что она живет в одном месте, а ее мужчина в другом, поэтому она настояла на том, чтобы во дворцовом комплексе Топ-Копы построили новый Гарем. В результате получился сераль площадью 6700 квадратных метров. Всего в Гареме было 300 комнат для наложниц разной иерархии – Султанш, Евнухов и другого обслуживающего персонала. Для девушек в Гареме готовили на четырех кухнях. Мыться наложницы ходили в один из восьми хамамов, а справлять нужду – в один из 46 туалетов. Безусловно, Султанши и простые рабыни ходили в разные бани и туалеты. Отдельный туалет был у Султана, Валиде и его главной хасыки. В дамских комнатах XVI века было просто отверстие в полу. Экскременты попадали в огребную яму, которая потом чистилась. К туалетам дополнительно был подведен водопровод. Он был устроен таким образом, что вода по трубам поступала туда из хамама, то есть нагретая. У мусульман издревле было принято подмываться после туалета. Во дворце Далмабахче туалеты выглядят уже современнее, но по сути такие же отверстия в полу. Канализация нового султанского дворца была снабжена очистными сооружениями, которые очищали воду от экскрементов перед тем, как она попадала в море. В ночное время использовали ночные горшки, которые утром мыли служанки. В Османской империи тщательно следили за чистотой, поэтому устанавливали даже общественные туалеты. Кроме того, нечистоты никто не выливал на улицы или в городские канавы, как это делали в европейских странах. Наложницы в гареме посещали бани регулярно. На территории гарема были установлены умывальники отдельно для рук и ног. А хамамы имели такое же важное значение, как и мечети. Поэтому султанши, занимающиеся благотворительностью, обязательно строили для людей школы, мечети, фонтаны и хамамы. Турецкая баня состоит из трех частей. Первая – зона для переодевания, далее место для высыхания, смены простыни, а последняя часть – сама баня. В хамамах были общие комнаты и индивидуальные зоны. Вода в турецких банях нагревалась в топках. Если вы смотрели сериал «Великолепный век», то наверняка помните, как девушки сидели на мраморных возвышениях. Так вот, они были не холодные, а обогревались снизу горячим воздухом. Эти возвышения по-турецки называются гюбекташи. Во времена Сулеймана и Хюрем отдельные хамамы были у членов династии. Также отдельно мылись наложницы и слуги гарема. Отправлялись в баню сразу после утренней молитвы. Вода для хамамов нагревалась с помощью печей. Омылись девушки в гареме специальным приспособлением – хамам кисиси. На вид это была жесткая мочалка, которая удаляла всю огрубевшую кожу. С собой девушки брали несколько полотенец для головы, тела, лица и ног. Хамамы украшали разноцветной мозаикой, лепниной. В стены были встроены умывальники с холодной и горячей водой. Султаншам и фавориткам падишаха помогали мыться слуги. Сначала женщине распаривали тело, с помощью хамам кисиси удаляли загрубевшую кожу. Далее для мягкости и приятного аромата наносили на чистое тело различные масла. В Османской империи, да и в современной Турции, в хамамах не только мылись, но и просто проводили время, обсуждали новости. Слуги приносили девушкам фрукты, сладости, щербет и кофе.